Сегодняшний отрывок из Евангелия от Иоанна хорошо знаком всем людям, которые ходят в храм постоянно, ибо это зачало читается во время освящения воды, что довольно часто в храме происходит, поэтому текст известен. Но, к сожалению, так часто бывает, что мимо очень известных и знакомых вещей человек часто проходит не замечая. А Евангелие это исполнено очень важных для нас смыслов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Был праздник, и Христос пришел в Иерусалим. А в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. Почему ворота назывались овечьи? Потому что через эти ворота в Иерусалим загоняли стада овец, предназначаемые для жертвоприношения. И поэтому рядом купель. Потому что, ну, понятно, овца, вся ее шерсть в пыли, чтобы принести в жертву, овцу надо хорошенько помыть. И вот к этой купели были такие крытые ходы, куда проходили овцы, их там мыли как могли. Вот, а потом уже в храм для принесения в жертву единому истинному Богу. Ну, у этой купели была еще одна особенность. Раз в году вода в купели вдруг начинала возмущаться. По ней шли волны. И люди заметили, что если человек, какой-то болящий, оказывается в воде в это время, он получает исцеление. Тогда совершенно правильно они поняли, что, видимо, в это время ангел сходит на воду, и благодать Божия, которая вообще все выставляет, то и исцеляет и болящего человека. И поэтому все подходы к этой купели были запружены болящими людьми, которые ждали для себя вот этой возможности, чтобы уловить этот момент и окунуться в купель. А так как это возмущение воды было не под какое-то число, а в некотором смысле спонтанно, то ждать нужно было вот неотлучно и надеясь только вот на то, что каким-то образом удастся угадать. Если благодать на огонь сходит в Великую Субботу, непонятно в какой час, но зато ясно в какой день. Это сильно облегчает вообще дело. То тут нет, приходилось ждать годами. И вот был человек, находившийся в болезни 38 лет. Медицины тогда никакой не было, ну, кроме народной, которая, понятно, ни от чего вылечить не может никогда. И вот там, ну, знаю, там традиционные, там нетрадиционные, конечно, были всякие колдуны, но в Израиле у большинства населения все-таки просвещенного веры, они пользовались. Это не то, что отсталый 21 век. Тогда, 2000 лет назад, люди как-то лучше это понимали. Сейчас человек, чтобы исцелиться, пойдет к совершенно полуграмотному знахарю, который даже языком не владеет, или к такой полуумной цыганке, у которой полкласса образования, отдаст все свое имущество и так далее. Мы в этом смысле не то, что недалеко, никуда не ушли, а скатились вообще назад, куда-то такой, до, еще, ситуация до пророка Моисея. Такая просто дикость такая. И ждал этот человек 38 лет. Надеяться не на что. Но каждый больной, если он еще не устал окончательно, потому что некоторые устают настолько от болезни, что хотят, что поскорее Господь прибрал. Но в этом еще оставались силы и желания исцеления, и в нем еще была надеяна. 38 лет болеть – это огромный срок, нам трудно это представить, но тем не менее. Это было так. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, задает один из самых странных вопросов, «Хочешь ли быть здоров?» Но на самом деле он странный только со стороны, потому что, ну, очень многие люди настолько бывают ослеплены собственной гордостью, которые выражаются в каком-то своем понимании жизни, в своем понимании, что такое хорошо, что такое плохо, обладающие своим жизненным опытом, естественно, они вот это все ставят гораздо выше. и обращаются к врачу обычно в полтретьего ночи, когда уже нестерпимая боль и приходится орать на весь подъезд. И врачи бесконечно удивляются, «Ну а чего бы тебе не прийти вчера днем-то? У тебя болело? Болело. Ну зачем вот доводить такого состояния, когда уже помочь никак нельзя, а потому что человек, ну, пройдет? Потому что, да, его опыт жизни говорит, что бывает что-то поболит, а потом пройдет. Ну, например, голова. Давление-то повысилось, но когда он понизится, оно пройдет. При условии, если у тебя инсульт не хватит, потому что сосуды, они, их эластичность, она не бесконечна. И поэтому, к сожалению, так бывает, что человек вот в таком безумии обращается слишком поздно. И, собственно, сам не знает, что он хочет. Ну, обычно он хочет, чтобы его избавили от невыносимой боли. А выздороветь или как-то себе помочь на самом деле человек не хочет. И вот то, что Господь его об этом спросил, выглядит абсурдно, а на самом деле он просто его внимание заострил на очень важной вещи, которая заключается в том, что Господь его сейчас может исцелить. больной отвечал, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда я прихожу, другую же сходит прежде меня. Все правильно. трудно найти и сейчас в христианской стране человека, который пропустит другого вперед. Ну, ты иди, или давай я тебя оттащу, потому что у меня все-таки ноги ходят, а я подожду следующего года. Нет, вас здесь не стояло. Мы вас не видели. Мы не знаем, откуда вы есть. А некоторые прям так, а мы вообще не знаем, болен ты или нет. Может быть, ты вот за 30 лет много наслушался. Я все не верил, не верил, а он возьми и умер. И вот когда человек уже умрет, тогда начинает а я думал, что это все симуляция, прикидывается. Такое тоже очень часто бывает. Но вот тогда можно так даже сказать, что этому человеку как-то крайне повезло, что рядом с ним оказался единственный христианин, который в это время был на планете. Это сам Христос. который, конечно, будучи молодым человеком, 30 лет мог его в купель бросить. Ну, собственно, зачем? Он ему сказал, встань и ходи. Чтобы сделанное вместе больной, ну, современной, тех, которые мы знаем, сказал, я уже сто раз пытался вставать, ничего не получается. или сказал, ну, что ты мне говоришь, вставай, когда я здесь 38 лет лежу. Что, так сказать, за дурацкие рецепты? Я 38 лет лежу, а ты мне говоришь, вставай. Достаточно человеку полежать полгода, он не может встать, а тут, вставай. но благодаря тому, что Господь застрелил внимание на то, что хочешь быть здоров, имеется в виду всегда только одно, что ты будешь слушать, что тебе говорят. Ты будешь или не будешь? Если ты будешь, тебе можно помочь, но большинство все очень и так умные и сами знают, что делать. А почему они это большинство все им что-то спрашивают? Какой мотив этих совопросников века сего? Этих мотивов только два. Первый мотив пожаловаться, потому что жизнь у человека, который 38 лет болеет, она не сладкая. И когда кому-то расскажешь, вроде как-то и полегче. Часть горя вроде как отдаешь другому. Это конечно такое чисто психологическая такая помощь. Реально после того, как эта беседа закончится, через некоторое время опять человек возвращается к прежнему. Поэтому реальной помощи нет. А второе, второй мотив какой здесь, кроме того, чтобы просто пожаловаться. Есть и второй, и тоже очень важно. Утвердиться в своем мнении. Люди редко бывают специалистами во всех областях. И очень важно человеку иметь какую-то внешнюю опору. Мне там старец сказал, мне там профессор сказал, мне там обещали. И вот как-то человеку в этом смысле легче. Поэтому если у нас в церкви, то обычно так, у одного батюшки спросил, мимо, у второго опять мимо. Ну, эти ничего не понимают, поеду к старцу. Нашел старца, он уже семь лет как старец, и десять лет как посвящен в священнике. В общем, все нормально. борода во, седая, и что характерно, к нему народу больше, чем к джуне. Спрашивают, опять мимо. Ну, тогда к четвертому. Итак, слава Богу, в одном у нас в Москве только тысячи старцев. Можно всегда найти то, что более-менее тебе подходит. О, а мне сказали, мне батюшка сказал, ну, можно еще на Радниш позвонить. Там тоже сказали, вот я у одного спрашиваю, у другого, у третьего, у четвертого, у пятого, а вот мне интересно, как вы. Потому что человек не ищет истину, не хочет помощи. Хочешь ты быть исцеленным? Не, не хочу. Я хочу знать мнения разные. А выбирать-то буду я. Почему? Потому что я сам умный, сам очень умный и очень разбираюсь во всех медицинах. И даже у одного человека однажды в руках видел книгу, которая называется «Справочник практикующего врача». Поэтому я очень сильный специалист и сам решаю, как что. Поэтому я во всем разбираюсь. Начиная строительство самолетов, кончая экономикой, потому что там все начиная откудренно и кончая нашим бухгалтером все полные кретины. Я и в политике, потому что правительство это все сплошь дураки. Я и в военном деле, потому что вся эта реформа армии это полное кретинство. И так вообще во всем, потому что во всем, во-первых, я самый умный человек. И вот такому человеку, самому умному, ему действительно трудно помочь. Еще почему? Ну потому что его ум так распирает, что он сам не знает, что он хочет. Он даже порой не может сформулировать. Приходит человек, говорит, вот у меня такой, 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 такой муж. Ну замечательно. разводись. Завтра понедельник. А как же? ты определись, что ты хочешь? Ты хочешь семью? Или ты хочешь, чтобы у тебя муж стал другим? Чтобы он стал другим, это невозможно. Что это взрослый мужик, это надо до четырех лет пытаться как-то заняться воспитанием, потом с четырех до пятнадцати как-то развивать, а потом в пятнадцать постараться куда-то направить соответственно его склонности. Бывают родители тоже очень умные, и они ребенка в бараний рог и куда-то его там внедряют, ему это все неохота, неинтересно, и потом это все кончается. Ну может быть не трагично, но вообще бессмысленно, просто под напором уступают, почему? Ну потому что они умные, они сами все знают. Вот из-за этого конечно очень много всяких бывает бед. И вот если бы мы сумели бы хотя бы научиться слушать что нам Господь говорит, который хочет нам исцеления, ну прежде всего конечно духовного, но для этого иногда приходится долго ждать, некоторым приходится долго болеть, потому что вот почему, ведь там же полно было народу болящих, все Господь подошел именно к этому, по стажу болезни что ли, а может кто-то там еще болел, может не 38, а 37, это уж не принципиально, почему именно к нему, а потому что этот человек единственный из всех, благодаря своей болезни он приобрел некое необходимое качество для восприятия силы Божией, которое только может исцелять это благодать это качество именуется смирение то есть этот человек оказался самый немыслящий о себе высоко из всех там болящих и очень скромный он не сказал слышь парень ну не мог бы ты меня поближе подтянуть а когда там болтых нюанс а я выздоровлю я тебе денег дам и все будет нормально он просто сказал не имею человека а ты уж ты сам потому что обычно один человек другого всегда хочет взять за горло и заставить его выполнять свою волну это обычное такое взаимоотношение между людьми а этот человек нет он дал полную свободу Господу Иисусу Христу да говорит я исцелиться конечно хочу но вот человека который меня бросил он у меня такого нет я просто жду может как-то это устроится не стал ни просить ни умолять ни подкупать ни жаловаться не не проклинать бессердечность своих ближних ничего этого нет почему смирение не позволяет и вот благодаря его смирению благодать Божия и его могла коснуться и она коснулась он говорит встань возьми постель свою и ходи и он он поверил ему что он может встать ну и понятное дело сразу встал а зачем постель с собой носить зачем нужно эти носилки с какими-то рваными пыльными простынями все пропитанные потом что за да выбросьте это уже не понадобится пойти в магазин купить новые льняные там какие-нибудь балканские хорошие с цветочками зачем а потому что господь его проверяет это еще один экзамен тут же фарисейчики не положено суббота брать в субботу полагается болеть а не куда-то ходить не что-то с собой таскать в субботу нельзя даже закрыть холодильник в субботу нельзя включить и выключить свет это все нельзя почему это грех то что бог создав и вселенную создав и ангелов он очень строго смотрит не включил ли кто свет и сам лично он не захлопнул ли дверь текущего холодильника потому что это грех стали возмущаться а он им ответил вы это исцелить не можете не можете а тот тот меня исцелил он сказал возьми и ходи и он он опять его послушался а для чего это господь так сказал господь хотел чтобы помимо исцеления он еще стал христианином а что такое христианство а христианство это есть плавание против течения плавание против всеобщего фарисейства плавание против вонючего общественного мнения плавание против того что люди скажут это всегда наоборот и вот он его экзамен как он усвоил окажется он сдал этот экзамен поэтому можно быть спокойно уверенным что он стал христианином и таким и останется навсегда почему ну это потрясающий опыт который произошел с ним самим это забыть то что с ним произошло невозможно невозможно какой мы для себя извлечь можем из этого эпизода урок а каждый из нас может вообще евангелие для чего написано почему описана жизнь христа его поступки чтобы мы у него учились как нужно поступать он позже сказал что я был болен и ты меня посетил он не сказал я был болен ты меня исцелил я был мертвый ты меня воскресил не было дороги и ты меня провел как посоху по воде ничего господь нет задачи ставятся такие которые нам вполне по силам если есть больной человек а почему ты не можешь ему помочь может быть не до такой степени чтобы он выздоровел хотя в отдельном случае это возможно потому что теперешняя медицина она творит чудеса только платить надо поэтому есть реальные вещи но даже если ты это не можешь но ты можешь каким-то образом облегчить его жизнь можешь если можешь тогда получится и второе потому что этот человек задумается а что это ни родственник ни дочь ни племянник ни за квартиру ни за жалование а что это мне помогает а он оказывается христианин вот из-за чего и заинтересуется а что ж такое христианство которое заставляет малознакомого человека помогать другому малознакомому человеку ради чего ради того же Христа и может быть сам станет христианином потому что болезнь всегда к этому располагает что так же мы из этой Евангелия можем усваивать поэтому можно конечно и 60 лет отходить в церковь можно и там каждый день причащаться можно выпить святую воду всю которая только есть в природе но от этого не стать христианином христианство это есть жизнь совсем другая христианство это когда я свою очередь отдаю другому не когда я качаю права я тут стоял вот у меня номер на руке а нет вот пожалуйста я свое даю тебе и что бесплатно и что в убыток себе христианство это есть великая вещь с помощью материального можно купить духовное христианин это тот который действует в себе всегда в материальный убыток он тратит свои деньги свое время свои мозги свои способности для чего чтобы помогать всяким неблагодарным свиньям они конечно свиньи этим пользуются но он это делает не ради этих свиней он это делает ради Христа потому что Христос так делал он не спрашивал а ты вообще поросенок или ты козел кто ты есть а ты хороший ты зайчик ну ладно тогда дай тебя давай исцелим нет Христос так не спрашивает и вот если мы этому научимся это будет шаг по пути христианства но проще всего освоить внешнюю сторону в субботу свет зажигаем или не зажигаем потому что дух фарисейства положено не положено вот он настолько велик что люди думают начинают думать что в этом есть христианство в том делать поклон не делать поклон как будто вообще это относится каким-то образом к вере можно следовать все писание ничего об этом не написано кроме того что это не важно вот это написано только надо это увидеть и прочесть всякие уставы всякие правила это прекрасные вещи как правила уличного движения это замечательно но это иногда благодаря нарушению правил ну можно например человека спасти вот ради каких-то пустяков иногда бывает вот минута играет роль как это да правило есть правило стоит в пол второго ночи поймал вот вы тут проехали на красный но нет никого если правило то вы должны мигающий желтый включить правило превращается в идиотизм а вот христианство против чего так выступает так это против идиотизма поэтому вообще христианин быть очень даже полезно для умственной деятельности почему вот христианская ну бывшая христианская Европа востокократ превзошла там великую арабскую культуру и откуда вот это такие мысли приходят там о космосе там или о микромире откуда вот это почему так стало бурно развиваться да исключительно на христианской почве не было бы христианства так же и все деревянной мотыгой и пахали бы и никому в голову там не пришло и так же и майя так бы и жили без колеса потому что христианство оно одухотворяет человека даже того который давно от него отказался потому что ну человек это такое существо которое живет так сказать в большом времени и не сразу в нем умирает но уже начинает умирать и собственно даже в нашем народе видим эту смерть она уже пахнет тлением вот но опять же Христос ясное дело если он исцелил болящие он может исцелить и весь народ но при одном условии хочешь ли быть здоров вот если хочешь то это возможно если не хочешь если ты очень умный тогда ничего с тобой не сделаешь так умненьким и помрешь и очень скоро что очень печально благословение Господне на вас таку благодатью человека любви всегда неприсно и во веки веков спасибо 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 Продолжение следует...